Всем добрый день! Рада приветствовать вас на очередном вебинаре проекта Директ Академия. И, коллеги, сегодня мы поговорим о историко-патриотической библиотеке Местериана. Это новый проект издательства Директ Медиа, хотя он уже давно был задуман и потихонечку реализовывался. В таком полном варианте он к настоящему моменту, к этой весне, уже сформировался. Сегодня мы с ним будем знакомиться. Что это такое и из чего оно состоит? Совершим небольшую экскурсию по самой библиотеке, по самому проекту. Сделаю вам небольшой обзор методической литературы. На некоторых примерах мы посмотрим, какого рода книги там находятся. И так как много на других вебинарах наших спикеров возникало вопросов от участников, а что можете порекомендовать, и большой интерес я вижу именно в методической литературе, то на нее и основной упор мы сегодня и сделаем. Ну и потом посмотрим, что еще интересного там есть. Нестериана – это один из проектов издательства Директ Медиа, проект историко-патриотической библиотеки, и обращение к этой теме, конечно же, не случайно. Каждый раз, когда возникают трудности, сложности и опасности, связанные с нашим государством, со страной, вообще с самой идеей существования государства, ну и вот эта тема, она выходит, как всегда, на первый план. И, конечно же, это требует и силы, энергии, и мобилизации всех усилий для сохранения вообще жизнеспособности нашего государства. Ну и, естественно, этот процесс не такой простой и сопровождается, как правило, естественными человеческими эмоциями, и в первую очередь, конечно же, страхом. Включаются защитные механизмы, и у всех это выражается по-разному. Это может быть и действительно мобилизация, удвоение сил для борьбы, либо, наоборот, срабатывает механизм избегания, начинается поиск способов ухода, либо поиск врагов, предателей и так далее. И там, где надо, и там, где не надо. И, естественно, что вот это все может привести к негативным последствиям. И, с одной стороны, это возникновение такого лжепатриотизма, либо к реальному предательству своей страны. Да, такое тоже бывает, к сожалению. Ну и самый страшный фактор, который это может способствовать, это паника, слухи. И это, конечно же, все не способствует благополучному исходу и выходу из тех сложных ситуаций, в которые мы вместе с нашим государством можем попадать. И, соответственно, стоит важная задача. С одной стороны, это патриотическое воспитание, с другой, и в дополнение к нему еще историческое просвещение. Не зная прошлого своей страны, очень трудно на этом, при отсутствии такого фундамента, что-либо выстраивать. А так как Директ Медиа – это издательство, и электронная библиотечная система, и книжные проекты библиотеки, электронной библиотеки – это наш путь в этом направлении, в направлении патриотического воспитания и формирования личности, то, конечно же, это в первую очередь путь книги. И поэтому именно проект электронной библиотеки. Про… ну вот такие три вопроса мы сегодня с вами рассмотрим. Где находится историко-патриотическая библиотека, как найти, из чего она состоит, какова ее структура, немножко пройдемся по содержанию во втором вопросе, познакомимся, большая такая экскурсия по разделам, чтобы можно было ориентироваться. Ну и презентация коллеги, она у вас в доступе, можно скачать, у вас этот навигатор останется, им можно будет пользоваться. Там есть гиперссылки, которые ведут на сайт или к некоторым источникам, которыми тоже можно будет воспользоваться. Ну и третий важный вопрос – как получить доступ к фондам? Коллеги, так вижу тишину в эфире, мне ага, кто-то есть. Я уже испугалась, что я подзависла, потому что такая гробовая тишина в чате и в огоньках немножко настораживает. Все, отлично, все работает, поэтому идем дальше. Теоретическими вопросами по поводу патриотического воспитания, основами методики и прочего я вас сегодня мучить не буду. Просто вкратце остановлюсь на одном слайде, потому что он важен для… Он связан напрямую с нашей сегодняшней темой и со структурой самой библиотеки, с разделами, которые для понимания того, какая литература в этих разделах отражается. Основания для патриотического воспитания. Есть четыре таких больших блока, можно выделить. Они перед вами на слайде. С ними можно будет познакомиться, более подробно уже рассмотреть, скачав презентацию. И это вот четыре основания, которые формируют человека в этом мире. Передача опыта через искусство, литературу и в первую очередь через книгу. Это вот такой главный аккумулятор такого опыта. Если мы хотим что-то узнать о прошлом и построить наше будущее, мы нуждаемся в книге. Да, есть другие формы передачи информации. Есть игры, фильмы, видео и прочее. Но вот такого цельного представления, достаточного для осмысления, анализа, мы без книги получить не сможем. Тем более, что все-таки книга – это некоторая работа авторов, редакторов, экспертов, библиографов, библиотекарей, когда происходит отбор, что мы берем, что не берем. То есть все время идет какой-то анализ, представленный в книге информации по различным критериям. И вот за счет этого экспертного отбора все-таки ей доверия немножко больше, чем просто видеоролик, снятый непонятно кем, выложенный на YouTube. Да, он может быть вирусным, но какую информацию он несет? Вот вопрос. Поэтому без книги нам не обойтись. И это не только развлечение и удовольствие, но и своего рода труд. Знакомство с книгой, с текстами, оно требует и концентрации, и внимания, анализа. С текстом можно работать, и работать по-разному. И книга сама может вести разговор с ребенком, выполняя и роль лектора или преподавателя, но и являясь еще и помощником воспитателя. Поэтому основное направление книги. И вот все вот эти четыре основания. Вообще понятия патриотизма, они присутствуют, отражены в разделах нашего проекта. И вообще понятие патриотизма, оно достаточно широкое и многомерное. Это может быть и историко-патриотическое воспитание, и нравственно-патриотическое, и военно-патриотическое, и что-то там еще. Много чего. Понятно, что эти вопросы между собой пересекаются, они взаимосвязаны, и должны быть отражены, хотя бы в большой или небольшой мере, но они должны найти свое отражение в тех библиотеках, которые мы собираем. Поэтому в проекте у нас очень много такой литературы, посвященная не только военной тематике и исторической тематике. И дальше мы это тоже с вами посмотрим. И вот здесь, коллеги, переходя вот эти четыре идеи, они и легли в основу библиотеки Нестриана. Почему библиотека в библиотеке? Ну, потому что это уже такой глобальный проект, как действительно, как матрешка внутри библиотеки выросла своя библиотека историко-патриотического характера. Для кого? Для кого вы видите на слайде, ну и также еще для всех желающих, интересующихся этой темы, изучающих эту тему. Это уже сюда, конечно, не дописываю, но это подразумевается. Что входит? Большая коллекция, есть навигатор по книгам, есть то, что я вам сказала, уже экспертный подбор книги. И, коллеги, обращаю ваше внимание, три точки доступа к этому проекту. Есть отдельный проект Нестриана. Вот сегодня мы будем знакомиться с ним. И есть вход, доступ. Это три точки, откуда можно попасть в библиотеку Нестриана. с портала «Библиошкола» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». «Библиошкола» в основном для детей и подростков, но «Университетская библиотека онлайн» понятно, что для детей постарше и для взрослых. И здесь еще одна особенность проекта – это синхронность коллекции. То есть коллекция одна, а вот эти три проекта – это как бы три входа доступа к этой коллекции. Количества будут отличаться. Например, в библиошколе мы с вами увидим, там немножко другое количество, нежели в целом проекте Нестриана литературы. И это обусловлено возрастными особенностями. Конечно же, они учитывались при отборе. Здесь более тщательный отбор литературы делался с учетом возрастных особенностей, с учетом наличия методической литературы. То есть здесь выборка, она экспертная такая делалась. Здесь содержится вся литература в проекте. И все, к чему мы имеем доступ из университетской библиотеки онлайна или библиошколы, в Нестриане есть в полном масштабе, в полном объеме. Поэтому мы ее и рассматриваем сегодня более подробно. Там произошли некоторые изменения, некоторые реорганизации, проект расширился и немножко поменялся интерфейс. Вот сегодня мы с ним и познакомимся, и немножко про книги поговорим. И, коллеги, для кого интересна тема патриотического воспитания, сейчас я вам дам ссылочку в чат. Про теоретические основы мы сегодня не говорили, но у нас недавно был вебинар, буквально 5 апреля. Ольга Николаевна Магунова его проводила. «Социально-эстетическое и патриотическое воспитание в условиях реализации в ГОСК». Вот ссылка на этот вебинар. Если кого-то интересует, там все подробно рассмотрено, можно его посмотреть. Да, у нее специфика, в основном ориентир на дошкольные образовательные учреждения, либо начальная школа. Но для тех, кто работает с более старшими возрастами, это тоже может быть интересно, потому что как раз теоретические основы, как проходит обучение, воспитание, что где. Вот все очень технологические вещи. Она там рассматривала методически, рассматривала достаточно подробно. Поэтому ссылочку берите, и в нашей группе ВКонтакте тоже можно будет его найти. Сейчас вам название его тоже скину, чтобы вы по названию тоже могли бы его в случае необходимости отыскать. Вот. Вот название этого вебинара. Ну, а мы с вами идем дальше и приходим к знакомству непосредственно с самим проектом Историко-патриотической библиотеки. Издательский дом Директ Медиа не случайно занялся этим проектом, не только общественная потребность этому способствовала, но и не смогли обойти стороной растущие потребности не только общества, но и поручение президента Российской Федерации о развитии цифровых и мультимедийных проектов по патриотическому и духовно-нравственному образованию детей и молодежи. И это все, конечно же, поспособствовало появлению вот такой разработки. Работа еще идет и продолжается, будет еще продолжаться. Мы стараемся это... Наши разработчики стараются сделать максимально удобно для всех пользователей. Ну, это первая такая разработанная в Российской Федерации историко-патриотической электронной библиотеки Несториана. Как в нее попасть? Как можно... Где она находится? Выглядит вот так. Ссылочка здесь есть. Вы сразу попадаете на главную страницу проекта. Картинки здесь такие немножко могут показаться вам странными. Это картинки созданы с помощью нейросети, созданы по запросам искусственным интеллектом. Ну, вот у молодого подрастающего поколения это вызывает интерес, поэтому как-то искусственный интеллект вроде такая тема. Да, поэтому не пугайтесь, не удивляйтесь. Искусственный интеллект тоже совершенствуется, поэтому картинки, скорее всего, в скором будущем будут более отражающие суть проекта. Ну, тоже такой достаточно интересный момент здесь есть. По ссылке вы попадаете на главную страницу проекта и сразу за картинкой у нас идет по разделам вот такой большой длинный лон-грид. Разделы отражены вот здесь, в верхней пайме или меню, то есть можно полистать, просто посмотреть. И первые несколько книг из выборки по каждому разделу, они здесь представлены наглядно. Обложка, краткое описание, если кликнуть по обложке описания, вы попадаете сразу на карточку книги, на каталожную такую карточку книжную. Либо вы можете воспользоваться вот этим поиском по меню разделу, у вас выпадает вот такое выпадающее окошко, и все разделы, вот они здесь представлены, вы можете посмотреть, здесь 10 разделов, и вы можете уже выбирать конкретные и смотреть, что находится там. Внизу под каждым разделом, после того, как заканчивается представление книг, находится кнопка «Все книги раздела». То есть и отсюда вы можете попасть в раздел, и отсюда, как кому удобно, вот такая навигация, она здесь есть. Поэтому это вот очень удобный такой формат представления информации. Кнопочка «Вход» для зарегистрированных пользователей, для подписчиков. На проект требуется подписка. Как это сделать, я вам в конце покажу. Если у вас нет подписки, вы просто заходите в такой «фри доступ». Вот как раз из этого «фри доступа» я вам основную информацию и показываю сегодня. То есть будем считать, что у нас подписки нет, мы просто зашли познакомиться, можем ли мы это сделать. Да, мы это можем сделать, и вот это я вам как раз и показываю на слайдах. Выбираем раздел. Что у нас находится внутри, посмотрим на примере раздела «Гражданское воспитание». Здесь две больших составляющих интерфейса. Это сами книги. Такая выборка идет. Очень полезная информация включена вот здесь наверху. Вы увидите, сколько всего в разделе находится книг и на скольких страницах они размещены. То есть уже дает представление о наполненности этого раздела. Она разная в разных разделах. Ну, мы уже такую первую информацию получаем. И дальше слева идет вот такая панель меню. Категории и фильтры. Категории – это как бы подразделы. Что внутри раздела «Гражданское воспитание» и книги разбиты. Есть несколько подкатегорий и книги распределены между ними. Здесь они просто представляются, дается выборка по разделам. Не все, конечно же, книги. Для того, чтобы посмотреть нужный раздел, мы выбираем вот эту вот категорию. Плюс здесь вы еще можете сделать выборку по фильтрам. Выбрать конкретного автора, если вы его знаете. Год издания, по издательству, по дисциплинам и по жанрам. Если вы ищете, я очень вам рекомендую не увлекаться большим количеством фильтров пока. Особенно если вы видите, что в разделе небольшое количество книг выставлять очень жесткие фильтры в большом количестве. Ну, вы просто будете сужать себе возможности поиска. По жанрам, да, вот это вот рекомендую очень пользоваться вот этим фильтром. Потому что там идет распределение научное, учебное, учебно-методическое, методическая литература. И сразу, как только заходите в раздел, выбираете категорию или еще не выбрали категорию, но находитесь внутри раздела. Открываете жанр и смотрите. В некоторых разделах нет методической литературы, а в некоторых разделах это прям вот целый отдельный жанр, он выделен. Поэтому на это тоже обращайте внимание. Ну и не забываем, конечно, кнопочку «Применить». После этого фильма фильтры срабатывают, и дальше мы уже получаем ту выборку, которую мы провели по заданным вопросам. Что, чего и сколько содержится в библиотеке? Вот на сегодняшний день это более 8 тысяч изданий, распределенных по 10 разделам. Вот они здесь в табличке представлены. Я сделала вам такую выборку по количеству книг на сегодняшний день. Естественно, ситуация может меняться, и в следующий раз уже количество будет немножечко другим. В основном идет в сторону увеличения. Ну вот смотрите, например, «Народы России» 83 книги. По культуре России не только русская культура, а культура России и других народов тоже здесь более тысячи. Почти к двум тысячам приближается. Большой раздел очень – это история России, военная история России, краеведение. Огромный выбор литературы. По спортивным достижениям не очень много, но есть интересные экземпляры. И вот гражданское воспитание 109. Ведь вот в гражданском воспитании, кого интересует методическая литература, учебно-методическая литература, вот здесь очень много как раз и этого характера, и этого жанра пособий собрано. Поэтому, если ищем методички, начинаем вот с гражданского воспитания. И дальше, если они нам нужны, просто по разделам мы можем это посмотреть. Ну и вот так у нас осуществляется выбор. Вот мы выбрали категорию. Мы выбрали фильтр методической литературы. Вот он. Кликнули. Здесь, смотрите, слева от названия жанра, от фильтра, стоит вот такое окошко. Нужно кликнуть туда не по названию, а в окошко поставить галочку. И из всей выборки, вот он нам показал методическую литературу, пошла выборка, сделалась, и нас, например, заинтересовало какое-то издание, мы хотим к нему перейти, дальше мы переходим, уже кликаем к нему, переходим к каталожной карточке, к книжной карточке. Вот здесь я вам привожу сразу интересный из новинок, очень интересное пособие, патриотическое воспитание подростков во внеучебной деятельности. Вот сразу я его данные вам сюда привожу, чтобы вы могли его посмотреть, ознакомиться с ним, и, возможно, что-то подойдет для использования вашей деятельности. Чем интересна эта пособия? Это монография. И здесь как раз теоретические и методические аспекты патриотического воспитания именно подростков во внеучебной деятельности рассматриваются очень полно. Здесь есть и концепция процесса патриотического воспитания подростков, здесь есть и педагогические условия, как эту концепцию реализовывать, здесь есть актуальные формы патриотического воспитания, показатели, критерии, показатели, как оценить сформированность патриотического сознания, и, конечно же, конспекты мероприятий. То есть это ориентир на подростков. Поэтому вот эту книгу я вам отдельно на слайд вынесла, название есть, ссылка здесь тоже есть, перейдите, посмотрите, возможно, это кому-то и пригодится. В основном она адресована, предназначена для студентов педагогических специальностей, для педагогов школьных и дополнительного образования, для системы повышения квалификации родителей, ну и всем, кому именно интересуют проблемы патриотического воспитания именно подростков. Вот вам уже первая полезная книга в сегодняшнем обзоре. Отлично, мы выбрали, сделали выборку, нас заинтересовала какая-то книга, мы по ней кликаем и вот у нас открывается сама книга, библиографическое ее описание, ссылка и вот еще одна интересная книга, но уже про Дашку Неков, дальше мы про нее пару слов скажу, поэтому просто проходим. Вот мы выбираем книгу и вот так будет выглядеть информация, которая у нас открывается в проекте. Обложка, название, заглавие, дальше пошла информация о самой книге. И самое главное мы видим, во-первых, аннотацию, мы можем ее уже составить в представлении. Библиографическое описание и содержание, они здесь скрыты, так же как и аннотацию, нужно открывать вот здесь по галочкам справа, можем взять библиографическую запись, можем познакомиться с содержанием. Но переход по содержанию, мы же зашли с вами без подписки, мы не подписчики, по фри доступу, полнотекстовый просмотр будет закрыт. Но есть вот такая хорошая вещь, называется ознакомительный фрагмент, синяя кнопочка. Если вы по ней кликаете, первые семь страниц книги у вас будут открыты. И вы можете с ними познакомиться, ну а дальше он вывешивает нам предупреждение. Ну и здесь же можно перейти уже к оформлению подписки, либо посмотреть, нет ли этой книги в интернет-магазине. И возможно, если интересует нас только она отдельные экземпляры, если она есть, то можно ее будет и приобрести, либо оформить подписку. Но для первого знакомства, для составления первого впечатления, вот этой информации вполне достаточно. Ознакомительные фрагменты есть везде. Вот так вот это выглядит для неподписчиков. И пройдемся по разделам. Какие еще разделы есть? Ну, про гражданское воспитание мы сегодня уже сейчас с вами посмотрели. В этом разделе гражданского воспитания собирается вся литература, которая охватывает решение основной задачи гражданского воспитания – формирование чувства принадлежности в обществе, которому человек принадлежит, и самое главное – сознание ответственности перед этим обществом. И вот вся литература, очень много здесь методической литературы, поэтому заметку себе берите. По следующему разделу. Российское государство. Более тысячи лет наша российская государственность насчитывает, и все это время, естественно, мы старались сохранить наследие предков для будущих поколений. И в данном разделе представлены учебники, и не только учебники, литература, посвященная вопросам национально-экономической безопасности, истории основных государственных институтов, Конституции Российской Федерации, управления российских территорий, национальная идентичность, проблемы национальной идеи, А также мемуары, трактаты российских государственных деятелей, политиков, чиновников, военачальников. То есть достаточно широкий набор вот этих категорий, подразделов в разделе российского государства. Ну и опять же структура та же самая. По категориям мы смотрим все, что касается прав человека, гражданского общества, правовой культуры. Очень интересный раздел «Дипломатия и истории дипломатии». Там очень интересные книги есть. Не буду раскрывать интригу. Зайдите, просто посмотрите. Вот то, что мы видим сейчас на внешнеполитической арене, разворачивающейся баталии. Очень многое есть в истории, можно найти. Зайдите, просто посмотрите по категориям и какие книги они вам покажут. Здесь у нас тоже большая выборка. И следующий раздел «История России». Это немножко уже другая тематика. В этот раздел вошли книги по основным периодам отечественной нашей истории. О Древней Руси, Монгольского нашествия, Московского княжества, периода собирания русских земель, Российская империя, конечно же, Советский Союз, Современная Российская Федерация. И здесь представлены книги о ключевых фигурах российской истории. От Ивана Грозного, Петра Великого до Иосифа Сталина и дальше. Ну и о деятелях, не только о правителях, конечно же, о видных деятелях в том числе. И в разделе также собраны ключевые труды российских историков, среди которых Татищев, Карамзин. Все это можно найти здесь. Достаточно такой полный раздел, очень интересный раздел «Летописи земли русской». Мы обычно знаем, как «Летопись Нестора», но еще может быть и Патевская. На самом деле их огромное количество. Там 30-тонник собрания русских летописей. Вот этот раздел очень рекомендую посмотреть, с чего вообще все начиналось. Он будет полезен не только историкам, но и всем, кто интересуется историей нашей России. Ну и вот тоже некоторые книги из этого раздела я вам здесь показываю, представляю для наглядности. Можно посмотреть и также потом по периодам посмотреть эти категории и выбрать то, что вам... Вот этот очень интересный раздел. Вообще везде, где в категориях вы видите литературные произведения, воспоминания, мемуары, обязательно к нему обращайтесь. Потому что одно дело написано ученым, историком, социологом, политологом. Это, конечно, все хорошо. Это очень все здорово. Но там отсутствует, как мне кажется, одна важная составляющая. Очень часто мы не видим реальной жизни, реальных людей. Общие вещи мы видим, какие-то глобальные вещи. А вот что происходило с конкретным человеком в этой ситуации, какие чувства, эмоции он переживал, испытывал. Ведь мы тоже часто оказываемся в подобных ситуациях. И вот, наверное, наибольшую эмоциональную поддержку мы могли бы найти в разговоре с тем, кто через это прошел, пережил. И его опыт тоже не менее интересен, чем опыт, изложенный в исторических трудах или каких-то учебных пособиях, или более серьезных работах. Вот поэтому, когда в категориях вы видите воспоминания, мемуары, литературные произведения, посмотрите, там, воспоминания, мемуары, это вообще очень сильная вещь. И летописи тоже. Вот здесь это два таких раздела, на которые я обращаю ваше внимание. Это более человекоориентированные, наверное. Хотя все остальное тоже очень важно, и там тоже много очень интересной литературы есть, собрано. Следующий раздел, конечно же, то, что не обошло практически никого в нашей стране. Ни одну семью. У всех нас есть и наши родственники, и знакомые, у кого родственники сражались на фронте. Поэтому вот этот раздел о Великой Отечественной войне, он в библиотеке занимает особое место. Собственно говоря, с него и началась историко-патриотическая библиотека Мистериана со сборника летописей и с литературы о Великой Отечественной войне. Это вот такой вот центр, из которого потом вот этот проект и разросся. Здесь постарались собрать наиболее интересные книги, посвященные подвигу советского народа. Здесь есть книги по истории советского флота, авиации, их вклад в борьбу с фашизмом, борьба партизанских отрядов и стратегии военачальников, ключевые военные операции, сражения Великой Отечественной. Все это есть в этом разделе. И, конечно же, последний раздел, опять обращаю ваше внимание, литературное произведение, воспоминания. Воспоминания не только военачальников, но и обычных солдат, гражданских людей, фронтовые письма. Вот это тоже один из самых сильных, наверное, разделов в этой категории. Ну и сейчас в преддверии Великой Очередной даты нашей победы, пожалуйста, обратите на него внимание. Здесь очень много той литературы, которая может быть использована при подготовке мероприятий и, может быть, просто с ней нужно знакомиться. С ней просто нужно знакомиться. Сюда вошли издания различных издательств и изданные издательством Директ Медиа, как, в общем-то, и во всю коллекцию Нестериана и других издательств. Поэтому вот это тоже одно из преимуществ этого проекта. Еще один раздел, который касается военной истории, так называется «Военная история России». Какие категории сюда вошли, вы их видите здесь. Ну, выделены отдельно Отечественная война 12-го года и польская интервенция 1612-го года, потому что, знаете, по методу ограниченного хаоса, когда накапливается большое количество литературы по определенной теме, тогда и создается категория. Вот, значит, по этим направлениям есть отдельная литература, вот они выделены. Все остальные, но это не значит, что про войну 1905-го года или про Первую мировую здесь ничего нет. Истории, конечно же, есть, как вы видите из того примера, который представлен справа на слайде, но они отнесены пока в общий раздел. И есть тоже, опять же, интереснейший раздел литературного произведения и воспоминания. Вот воспоминания здесь тоже присутствуют, и это тоже интересно. Тоже не только военачальников, но и простых русских солдат. Следующий раздел посвящен вопросу краеведения. Конечно же, патриотизм – это не только любовь к Отечеству вообще, но и к своей малой Родине. И, наверное, любовь к Отечеству начинается через любовь к своему городу, краю, региону, поселку, селу, там, где мы выросли. Иначе никак. Поэтому, конечно же, невозможно обойтись без раздела краеведения. Вот здесь собраны основные краеведческие труды российских авторов. Интерес к местной истории начинает развиваться в России где-то с конца 18-го, начала 19-го века. Можно назвать это такой всплеск интересов к истории. Особенно после трудов Карамзина. Кстати, он первый написал, написал первый путеводитель по достопримечательностям Москвы. И пошел большой такой бум, стали появляться книги на эту тему по темам краеведения. И, кстати, очень много литературы 19-го, 18-го века. Она присутствует в этих категориях тоже. То есть не только современные путеводители и литература, но и та старая, которую тогда писали, она тоже здесь присутствует. Здесь книги об истории, культуре регионов России. Есть туристические путеводители. Есть воспоминания о старой Москве, Старом Петербурге и других городах. Очень интересный раздел посмотреть за счет того, что здесь была возможность собрать не только новые, но и старые произведения, которые в обычной библиотеке найти практически невозможно. Записки путешествий 18-19 века. Это же здорово, это же здорово. Вот такой вот раздел у нас тоже присутствует. Конечно же, культура России. Культура, которая формирует образ России в мире. И это не только Толстой, Достоевский, русский балет «Кремль, матрешки, кокошник», как это часто ассоциируется у иностранных туристов и вообще у иностранцев с Россией. Это еще и более глубокие и более богатое наследие, которое оставили нам русские писатели, художники, те же традиции балета, театра, которые мы должны сохранить для будущих поколений. И в данный раздел вошли книги о древнерусской классической литературе, о поэзии и прозе, о русской церкви, традициях русского народа и коренных народов России. Вот очень много категорий в этом разделе. Они даже не уместились у меня на слайд, иначе бы они выглядели очень мелко, поэтому немножко пришлось вот так их скомпоновать. Но это все категории, я на один слайд их вам все сюда уместила. Что здесь есть? Вот особенно, коллеги, вот сейчас у нас идет череда праздников. Обратите внимание на категорию праздничная культура, обряды и обычаи. По духовной культуре, религии России, вот о чем мы с вами говорили, не только о православии, здесь тоже собрана достаточно литература. Были на героические эпос, тоже интересная вещь. Ну и все разделы здесь, все категории, на самом деле здесь очень интересны. Ну вот на праздничную, повседневная культура, тоже не так часто мы обращаемся к этой теме, не зная многие свои традиции, обычаи, а ведь традиции, обычаи – это не только что-то общее, глобальное всего народа, это же на повседневном уровне тоже проявляется. И знать повседневную культуру своих предков и других народов, с которыми мы живем бок о бок, которая существовала и существует сейчас, вот эту культуру, конечно же, тоже нужно знать. Все это есть здесь, в этих категориях, вы это можете найти. Книги очень интересные, есть и современные произведения, и есть очень много произведений, опять же, исторических, еще дореволюционных. И очень интересно посмотреть, вот как тогда, например, воспринимались какие-то обряды, обычаи или элементы повседневной культуры, а как сейчас провести такой анализ. Это же может быть очень интересная подспорь, очень интересный материал для проведения занятий, для проведения каких-то классных часов, мероприятий. Это же просто бесценный материал, на мой взгляд, для каких-то таких кейсов, говоря современным языком, активностей, заданий. Это же очень викторин, это же очень здорово можно все использовать. И еще один раздел, уже про чисто только по народам России. Россия – это страна национальная, и здесь проживает более сотни коренных народов, а может быть даже и больше. И у каждого есть свои национальные особенности, есть свои национальные республики. Якутия, Татарстан, Бурятия, Дагестан, Чечня. И, конечно же, знать и уважать традиции культуры коренных народов – это тоже элемент патриотического воспитания. Налаживать межкультурный диалог – это необходимо. И вот в этот раздел историко-патриотической библиотеки вошли книги, которые посвящены истории и культуре народов нашей огромной страны. И вот здесь они либо смотрим в разделе народа России, либо, если нас заинтересовал какой-то регион, мы смотрим его вот здесь по регионам, если он присутствует, по категориям. Опять же, есть много литературы дореволюционной и современной. И вот это сочетание – это тоже очень интересный материал для анализа, сопоставления, как тогда, как сейчас, что мы видим, а что мы используем, а что устарело, что не устарело. Опять же, огромную почву для возникновения новых идей, каких-то мероприятий – это просто неоценимый ресурс. Дает, да, действительно, это все очень интересно. Еще один, и важно, еще один раздел, мы приближаемся уже к завершению наших разделов – спортивные, спортивные достижения. Здесь не очень много литературы, пока еще она собирается. Выделены два раздела – спортивная Россия и, опять же, литературные произведения и воспоминания. Очень интересные книги здесь собраны. Называется «Олимпийская энциклопедия» по олимпийским играм. Зимние и летние олимпийские игры в разных выпусках идут. И по видам разных игр. Здесь можно узнать все и про историю, и много интересных фактов собрано. И в последнем разделе, обращаю ваше внимание, вот такие две интересные книги мне попались. Литературные произведения и воспоминания. Во-первых, афоризмы, связанные со спортом и здоровьем. И, во-вторых, вот эта очень интересная книга, на мой взгляд, издана в 2011 году. Автор Хмельницкая. «Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX века. Петербург и Москва». Очень интересно представлено вообще отношение к спорту, как разными социальными слоями воспринимались спортивные увлечения некоторых представителей наших горожан. Вот на примере Петербурга и Москвы, конечно же, дается. Ну, очень вот такой необычный взгляд на увлечение такой спортом, который в начале XX века, это действительно был такой бум. Как это воспринималось, как менялось отношение горожан к занятиям спортом и к тем, самое главное, кто занимался спортом. То есть здесь отсюда тоже можно очень интересных вот таких историй взять для проведения мероприятий. Так что вот эту книжку тоже берите себе на заметку. Действительно очень необычная вещь. И еще одна подборка называется «Россия в лицах». Тоже обращаю ваше внимание, особенно когда мы готовим какие-то мероприятия, связанные с деятелями науки, культуры и государственными деятелями нашей страны. Вот это можно найти как в предыдущих разделах, которые мы смотрели, так и в специальном разделе «Россия в лицах». Здесь тоже по категориям выделено. Мы можем найти, кто нас интересует. Писатели-художники, полководцы, ученые-изобретатели. И вот из некоторых категорий я вам сюда представила некоторую выборку, какие книги там находятся, для первого такого составления впечатления. По художникам, не только об императорах здесь содержится, естественно. По всем императорам, по записке декабристов здесь есть, по каким-то государственным деятелям, по вот это интересный раздел. Можно посмотреть вот интересные книги. По-моему, они у нас ученые-изобретатели. А, выдающиеся люди России. Выдающиеся люди России, прошу прощения. Вот как раз записки Ермака. Ермак поколителей Сибири. Воспоминания какие-то входят про князей. То есть огромное количество литературы, но она именно по российским деятелям различных сфер и направлений представлена. О тех соотечественниках, которые и определяли развитие нашей страны, и здесь есть и Миклуха Маклай, и Семенов Тяньшанский, и Иван Грозный, и Суворовск, и Белев, и Ушаков. Кого здесь только нет. То есть материала, опять же, отсюда набрать можно очень много. Причем очень интересного материала. Есть и издания, которые не переставались. Есть издания и дореволюционные, которые могут быть интересны, но, соответственно, в соответствующей подаче но, опять же, можно привить интерес к изучению истории собственной страны. Всегда это очень хорошо можно сделать через какие-то интересные факты. А знаете ли вы, а кто первый? А вы в курсе, что вот это появилось в России? А вы вообще знаете, что Россия – родина деловых игр? Для студентов экономического факультета это, например, было открытием. Все считали, во всех источниках, да, везде, из Америки пришли первые деловые игры. Ничего подобного из России. Самая первая деловая игра была придумана нашими соотечественниками. И не просто придумана, а реализована. Вот так вот. И вот через вот такие, какие-то интересные моменты, которые можно найти в книгах, а в учебниках их не всегда найдешь. И даже в методичках их не найдешь. Их приходится выуживать вот из вот таких вот изданий. Какие-то интересные повороты, которые могут пробудить интерес и к истории, к культуре нашей страны. И вот это вот, это просто неоценимый ресурс, собран вот в этих разделах Нестариана. Отсюда много чего можно вытаскивать и использовать для организации и каких-то мероприятий или просто для бесед, для классных часов. Это всегда же здорово. Конечно же, методические разработки, учебные пособия, рабочие программы и море другой методической литературы и учебно-методической литературы также в Нестариане содержатся. Но мы с вами видели, что она присутствует в разделах, поэтому мы открываем раздел и смотрим. Либо на первой главной странице, посмотрите, можно будет по фильтрам сделать выборку просто по методической литературе вообще. Часть из этой методической литературы я вам вынесла тоже в слайд. Мы рассматривали часть из этих книг на предыдущем вебинаре по Нестариане. Там мы смотрели немножко, заходили через Библиошколу, но я проверила, эти книги здесь тоже присутствуют. Поэтому на дальнейших слайдах мы останавливаться подробно не будем. Я их вам покажу, сориентирую, вы их уже сможете найти и потом либо посмотреть наш вебинар, либо где я о них подробно рассказывала, либо найти уже самостоятельно в библиотеке и тоже с ними познакомиться. Остановлюсь только на нескольких новинке. Федулова «Люби мое отечество». Сборник проектов по патриотическому воспитанию дошкольников. Это методическое пособие 2021 год. Ссылку я вам даю. Почитайте аннотацию. Очень интересное пособие. Особенно то, что у нас сейчас идет ориентир. Многие говорят о проектной деятельности. Я вот смотрю, когда слушатели наших вебинаров задают спикерам вопросы, а где взять по проектам, а как методическая литература, как реализовать проект. Вот вам, пожалуйста, сборник проектов по патриотическому воспитанию. Ну, ориентированно дошкольников. Если у вас более старшие возрасты, не отсеивайте эту литературу. И наоборот, если вам попадается хорошая методичка, но для подростков, а у вас дошкольники, посмотрите, там могут содержаться интересные вещи. Не откладывайте их сразу в сторону. Вы посмотрите, какие-то интересные идеи хотя бы оттуда можно вытащить. Оттуда можно взять и адаптировать. Под свои задачи, под свои цели и под тех детей, того возраста, с которыми работаете вы. Это пособие относится к дисциплинам дошкольной педагогики, педагогика дошкольного образования, введению в педагогическую деятельность, а значит, там будет многое для педагогов, будущих педагогов, и с этой точки зрения нам тоже это может быть интересно. Это методическая литература, вышла в издательстве Творческий центр «Сфера» 2021 год. Но, судя по названию, я могу сказать, что это аккумуляция какого-то практического опыта, некого его творческого центра. Даже не читая аннотацию, я уже могу сделать вывод, что это действительно будет интересно в плане, что это практический опыт. Люди описали то, что они уже делали. И это действительно так. Еще одно пособие, второе, Каратаевой. Вопросы патриотически ориентированного воспитания детей дошкольного возраста. Это уже второе издание, 2022 год, совершенно свежее. Относится к дисциплине гражданско-патриотическое воспитание молодежи. И вот это идет уже в разделе научной монографии. Это более серьезная работа. Здесь представлены материалы, которые могут быть полезны педагогам, методистам, руководителям дошкольных и иных организаций. Всем, кто заинтересован в развитии патриотического воспитания подрастающего поколения, эта книга рекомендуется. Что здесь в этой монографии предлагается? Она предлагает рассмотреть варианты патриотически ориентированного воспитания дошкольников с различных ракурсов. Историческое, теоретическое, сравнительное, практическое и много еще каких. Вот, какие ракурсы могут быть. Это же важно не только для дошкольного воспитания, для патриотического воспитания вообще. Вот такие вещи здесь можно будет найти. И еще одна интересная книга. Это уже не методическая литература. Это уже 22-й год, издательство Алитея. Это тематический сборник. Сейчас приближаются майские праздники, поэтому на него, конечно, мы не можем его обойти стороной. Во многом это продолжение была предыдущая книга. Называлась «Война, блокада, победа». И сюда вошли в основном произведения публицистические, поэзия, проза. И во многих текстах здесь есть документальный уклон. Книга эта писалась несколько лет. На протяжении нескольких лет собирался материал. И большое внимание уделялась иллюстрациям. Преимущественно здесь фотографии. И среди авторов этого сборника профессиональные литераторы, газетные журналисты, кинематографы, люди, воевавшие на Волховском и Ленинградском фронтах. То есть это, можно сказать, информация из первых рук. И вот эти тексты, они содержат значительную долю информации, фактической информации. И в плане такого познавательного развития они представляют интерес. Некоторые очерки содержат такой фронтовой юмор, описание вот этого фронтового быта. Ну и, конечно же, отличие этого сборника. Казалось бы, страшное событие. Какой там юмор? Оказывается, оно было. Человеку... Человеку это необходимо для того, чтобы выжить. Хронологические материалы сборника охватывают период с зимы 39-40-го года и освещают наиболее памятные и важные страницы истории блокады Ленинграда. Вот. Блокада и фронтовой юмор. Это вроде бы необычно. Но человек всегда должен оставаться человеком. И оно тоже есть. И это тоже жизнь. И это тоже надо знать. А завершается книга очерком о победных днях 45-го года в Берлине. Вот такой вот тематический сборник совершенно свеженький. Только-только буквально на днях недавно добавлен в библиотеку. Поэтому новинки вам сразу показываю. Ну и, коллеги, не останавливаясь по методической литературе. Вот то, что мы смотрели в самом начале, я вам говорила. Да, вот я привожу здесь еще не больше семи страниц. Чуть-чуть как выглядит, что представляет собой вот эта методическая система. Это тоже на основе практического опыта. Это методическое пособие отражает реальный опыт системы воспитательной работы, которая разработана педагогическим коллективом детского сада. И вот они это реализовали вот в такой публикации. То есть мы же любим, когда кто-то делится с нами своим практическим опытом. Вот люди тоже с нами поделились. К Великой Отечественной войне возвращаясь еще одна книга «Патриотическое воспитание дошкольников для пяти-семи лет». Ну, опять же, для других возрастов «Почему нет?» может быть использована. Тоже посмотрите. Очень интересно. Здесь есть список дат, установленных в РФ, как «Дни воинской славы России». И вот содержание я вам здесь привела. Методическая. Еще из методической литературы в дополнение может быть к первой, если в первой больше содержалось различных сценариев и таких сценариев праздников, интегрированных блоков, конспектов занятий, ну и некоторый литературный материал. Есть там, кстати, в предыдущей книге материал программы семинара-практикума. Вот это тоже, посмотрите, это тоже может быть кому-то очень важно и необходимо. Семинар-практикум для детей семинар-практикум для тех, кто с этими детьми работает и даже, по-моему, там для воспитателей и родителей на 26 часов приводится подробный тематический план семинар-практикум как по теме, опять же, патриотического воспитания. Так что посмотрите. Расскажем детям о победе. Да, здесь методические рекомендации и пособия по патриотическому воспитанию для дошкольного возраста. Да, именно вот как раз ко дню победы, дню защитника Отечества интересно представлены семейные проекты, связанные с военной историей страны, основанные на ВГОСДО и в соответствии с ВГОСДО. Поэтому вот тоже посмотрите, обращаю ваше внимание. Еще вдобавок к этому интересный сборник Наша Победа рассказывает стихи, письма, воспоминания, документы. Но это уже ориентир на детей, если предыдущий сборник тематический, он был все-таки на более старшее поколение, там, если, более старший возраст, если там что-то мы берем для детей, то нам придется некоторые тексты адаптировать, естественно, работать с ними. А вот это уже возрастной ЦЕНС 6+. Небольшой сборничек издательства «Русское слово учебник». Кстати, недавно издательство у нас, представители издательства проводили вебинары, найдите их обязательно в нашей группе. Если нужно, я вам в комментарии к анонсу в нашей группе ВКонтакте к сегодняшней встрече я вам размещу ссылку на те записи, вы сможете их посмотреть. Поэтому в группу ВКонтакте приходите в Директ Академии, я ищу материалы к сегодняшнему вебинару, полезные ссылки вам туда покидаю в комментариях. Так вот, в этом сборничке рассказы и стихи о героях Великой Отечественной, о взрослых, детях, да, давно выпущено. Вот это вот 15-й год, вот это вот, возможно, может быть, издание, может, у вас более, Валентина, может быть, более ранее издание, или это, это 15-й год, но очень хороший, да, достаточно полезный, очень интересное оформление, да, вот вы видите сами, вот, например, страничку я вам привела, она даже оформлена, очень интересно, и воспоминания и маршалов, и простых солдат, и, самое главное, отрывки из письма с фронта, опять же, ну, куда без эмоциональной составляющей, ну, нельзя, ну, не получится у нас, а это вот живые свидетельства, живых людей, они иногда сильнее любых фактов, приведенных в любых источниках, срабатывают. Пантелеевы, тоже 2015 год, знакомим детей с малой родиной, вот это уже не к Великой Отечественной войне, конечно же, это практикоориентированный материал по приобщению старших дошкольников к теме малой родины, в основу положена организация проектной деятельности всеми участниками образовательного проекта. Ну, и пример содержания, и пример одной из схем, которые там приводятся, я вам сюда тоже на слайд вывожу, остальное можно уже найти в самой книге. Народные праздники в детском саду, то, о чем мы с вами говорили, тоже очень интересная работа, приведено, планирование хорошее, которым можно тоже воспользоваться при организации. Патриотическое воспитание, сценарий мероприятий пошла уже начально, школа из первого по четвертый класс. Очень много различных сценариев, разных праздников, прямо расписано очень подробно, тоже. Вот это 21-й, издательство ВАКУ, тоже наши партнеры, тоже представители этого издательства, у нас были на вебинарах, и я вам ссылки на эти вебинары размещу, чтобы вы могли уже посмотреть какую-то дополнительную литературу. Вот тоже ВАКУ. Это уже более старшее. Это вам просто несколько примеров что есть в методическом блоке на разные возраста, сюда на слайды вынесло. Рабочая программа внеурочной деятельности очень интересна. Проектируем виртуальные экскурсии. Вот посмотрите, очень интересная рабочая программа, как это можно реализовать. Крым в истории России это тоже для старшего возраста уже для подростков и для более старших, для студентов может подойти. Вот эта книга 20-го года, это хотя бы и 14-го, но очень много полезной информации здесь содержится, разные взгляды, и как подавать историю и роли места Крыма в истории России, методические пособия, методические рекомендации, как это рассматривать, тоже отсюда можно многое взять. Вот это интересно, наука побеждать Летуновского, это уже скорее не методическое пособие, но очень много интересных фактов оно здесь содержит. Тоже посмотрите. Методическая литература, вот на этот учебник, русское слово учебник, Никонова, обращаю ваше внимание, Вячеслав Никонов, в четырех частях об этом учебнике подробно представитель издательства «Русское слово» недавно у нас на вебинаре рассказывал, поэтому я не буду отбирать хлеб у коллеги, я вам дам ссылку на эти вебинары, вы сможете посмотреть, он очень интересный, про автора рассказывал, и про то, что учебник, да, соответствует вкусу, и включен в федеральный перечень. Самое интересное внутри, вот это я вам покажу, да простят меня представители издательства «Русское слово», не могла удержаться. Что там есть? В каждом томе, это четырехтомник, в каждом томе, да, раз, два, три, четыре, одна обложка немножко стрянулась, в каждом томе представлены две вещи, навигатор и методический конструктор. Потрясающая вещь, очень рекомендую, кто с этим учебником не работал, не знаком, зайдите, посмотрите, попробуйте использовать. Реально помогает при подготовке мероприятий и занятий. Навигатор по учебнику, посмотрите, какие разделы, содержательные единицы, все привязано, все увязано между собой, между учебным планом, между планами уроков, какие сюжеты для познавательных заданий, кейсов, игр, эссе, дискуссий и прочее можно взять, откуда. Вот я вам здесь немножко покрупнее вывела, а вот как это представлено в самом тексте. Для урока какие страницы учебника могут быть использованы в качестве таких сюжетов, на основании которых можно сделать... Автор за нас всю работу практически по своему учебнику сделал, уже сделал подсказки, что вот из этого можно сделать кейс, или упражнение, или задание, ну дальше уже сами трансформируйте. Но вот эти сюжеты он в своей книге вот в такой навигатор вынес. Это же вообще потрясающая вещь. Трудные вопросы. И подробное, он не просто представлен, вот так по главам всего каждого тома в каждом учебнике, вот так по каждой главе дается. Причем есть еще описание, как этот навигатор разрабатывать, как он устроен, как им пользоваться. То есть вы можете на основе изучения этого опыта, например, по другому учебнику вы работаете, вы такой же навигатор можете сделать, но теперь уже сами. Это будет ваша потрясающая методическая разработка. И методический конструктор. Тоже приводится подробное описание, как им пользоваться, как его собирать и в плане подготовки занятий, особенно если это какие-то новые курсы. Это вообще для проведения тренинговых занятий это просто шикарная вещь. И не только. Обычных занятий тоже и внеурочной деятельности тоже сюда пригодится. Вот это вот просто честно скажу, больше я пока ни у кого не видела такую вещь, как в учебнике Никонова. Поэтому посмотрите. Это действительно очень ценный материал. Теперь возвращаясь к вопросу, кто у нас чуть-чуть зашел позже. Ольга спрашивала, где находится Нестриана. В разделе Директ Медиа нет. Нет, там и не будет. В разделе Директ Медиа не будет. Где живет Нестриана? Есть, как я вам говорил, три точки входа, три доступа. Либо с портала Библиошкола. Теперь внимание, коллеги, у кого есть подписка на Библиошколу, вам доступна и часть Нестрианы. Часть, не весь проект, а только тот проект, который адаптирован под возрастные особенности Библиошколы. Там около сейчас к 2000 приближается источников, но они отобраны именно под возраст. Поэтому у вас, у подписчиков уже есть. Подписчики университетской библиотеки онлайн. У вас тоже есть подписка на Нестриану. Если у вас оформлена подписка, то вы этим ресурсом тоже можете пользоваться. Где он здесь живет? Начнем с Библиошколы. Заходите в Библиошкола книги и вот там у вас открывается меню слева находим Нестриана. Все, мы заходим внутрь и вот он у нас вот так она немножко выглядит, немножко отличается от того, что мы с вами сейчас смотрели в большом проекте. Но разделы те же самые разделы. Вот они, видите, все те же 10 разделов, вот они и есть. И также мы можем делать выборку, попадать, только здесь выбор литературы будет немножко отличаться. Здесь всего почти 1600 произведений, может быть, сейчас чуть-чуть побольше, и около тысячи авторов. Есть отдельно коллекции выделены, есть все издания, но вот выборка немножко сокращена с учетом возрастных особенностей, и не вся взрослая литература сюда попадает. Но тем не менее для организации учебного процесса методическая литература детская там тоже есть. Поэтому, да, еще есть вот такая хорошая вещь, перечень книг, утвержденных Министерством Просвещения РФ по гражданской патриотической направленности. Здесь вообще все списки есть, перечень книг, и отдельно выделена гражданско-патриотическая. Вот я ее вам выделила, вы сразу открываете и видите. Можно начать с него, посмотреть, какие книги рекомендованы, и дальше уже смотреть по самой библиошколе, либо по разделам индистерианной для библиошколы. В университетской библиотеке онлайн заходим вот сюда, ищем книжные коллекции, тематические коллекции, и вот, когда мы открываем ищите тематические коллекции, когда у нас открывается вот этот большой-большой-большой такой цветной наверняка находили в разделе сервиса, открывается большой список тематических коллекций, и вот здесь выделена отдельно коллекция индистериана, вниз надо просто пройти, она скрывается в тематических коллекциях. Вот здесь, по-моему, ссылка нормальная должна быть, вы по ней сразу попадаете к индистериане, вот я вам специально даже сюда выделила, а так, в общем, списки тематических коллекций, вот она внизу вот так вот выделена. И, коллеги, доступ к индистериане по фри-доступу, как мы сейчас с вами смотрели. Внутренности книг, это я вам пользуюсь служебным положением, показала немножечко интересных таких источников. А так, у нас доступно все, мы можем посмотреть по каталогу, мы можем, если мы не подписчики в том же библиошколе, у нас будет закрыт постраничный просмотр, мы увидим книжную карточку, видим аннотацию, содержание, библиографическое описание, а вот постраничный просмотр для нас будет закрыт. Тогда потребуется подписка, либо приобрести книгу в интернет-магазине, если она там есть, то мы ее там сможем купить. В университетской библиотеке онлайн, если вы не подписчик, то вас может в каталог и не пустить, но если вдруг вам удалось открыть тематическую коллекцию, у вас будет та же самая история. Если подписчик, у вас все будет открыто, вы спокойно этим можете пользоваться. Доступ теперь про условия доступа к этому проекту. для не подписчиков библиошколы, если вы хотите на этот раздел оформить подписку, вот есть страничка, выбираем для физических лиц пользователем, заполняем форму, отправляем и выбираем срок подписки. Вы подписываетесь не только на нестериану, вы подписываетесь на весь проект библиошколы как физическое лицо. То есть у вас все дополнительные еще к этому возможности будут и нестериана, и плюс еще все блага, которые положены физическим лицам при подписке на этот проект. Ну и про сценку просто смотрите, по последним данным может быть что-то будет меняться, но 200 рублей в месяц вы получаете фактически, либо 600 рублей за 3, подписка идет на 3 месяца, здесь просто расшифровывается почему-то. Ну вот смотрите, на какой период мы подписываемся и пользуемся. Есть раздел для юридических лиц, если хотим на библиошколу, у нас дошкольное учреждение или начальное образование и мы хотим подписаться, то вот пожалуйста, для юридических лиц, другая форма, ее заполняйте и также для юридических лиц предоставляется бесплатный доступ, тестовый доступ на 1 месяц. Это для библиошколы, это если нас интересует скажем так детский вариант мистерианы и вообще еще дополнительные возможности связанные с литературой для детей. На весь проект для университетской библиотеки онлайн дополнительная подписка не надо, не требуется, если она у вас уже есть, то у вас в тематических коллекциях доступна сама библиотека, она уже открыта. Если подписки на университетскую библиотеку нет, то вот лучше через, а вас интересует только историко-патриотическая библиотека, то лучше вот этим вариантом воспользоваться. Тогда у вас будет подписка только на этот проект. Он и для не подписчиков университетской библиотеки, вообще для всех желающих, кому эта тема важна. Два варианта, либо отправляем заявку на подключение вот по этому адресу, либо заполняем форму на сайте проекта. Вот, ссылки здесь должны работать, перед вебинаром они работали, посмотрите, если вдруг что-то не сработает в комментарии к посту, к анонсу в нашей группе Директ Академия, обязательно, пожалуйста, мне напишите, я поправлю. Здесь форму заполняете, но здесь подписка на вот весь полный проект только для юридических лиц, для физических лиц, коллеги, вот то, что я вам показывала, библиошкола, хотя бы на детский вариант, вы можете оформить подписку инвестериана хотя бы кусочком, но там она будет. Но, опять же, бесплатный тестовый доступ на один месяц, можно попросить подключить тестовый доступ, но от лица организации, поэтому физическим лицам большая просьба, либо тот вариант, который я вам показала, либо согласовываете со своим руководством и уже от организации подаете вот этот вот запрос на подключение тестового доступа. И, коллеги, чтобы минимизировать затраты времени и бюджетов на подключение, я вам очень рекомендую попробуйте зайти в сам проект Нестерианы, либо библиоклуб, если вас интересует только детский, скажем так, детская комната, детский формат, либо на весь проект, если вас интересуют какие-то новинки для более старшего возраста, зайти по фридоступу, потому что с разделами я вас знакомила, не заходя в сам проект, как просто человек со стороны. У меня нет никакой там регистрации, вот я зашла и смотрю. Посмотрите, погуляйте по каталогам, пооткрывайте все, что можно открыть, почитайте ознакомительные фрагменты, сделайте копипастом, описание книги, библиографическое описание, раз вы себе заинтересовала книга, о, вот это бы нам надо, раз ее себе, о, вот этого у нас нет, а хорошо бы, раз ее себе, составьте вот такой список. А вот после, что заинтересовала, вот вроде бы интересно, но не знаю, что там внутри, надо бы ее полистать, включите ее себе в список. У вас будет такая выборка по всему вот этому богатству, вы видели там огромное количество литературы, вы ее сделаете заранее, а уже когда соберете пол такой литературы, отправляете заявку на подключение либо одним, либо вторым способом, вам подключают тестовый доступ на месяц, и вы уже более осознанно по вот этой первой, первичной выборке вы уже проходите и знакомитесь более подробно с той литературой, которая она, которая есть. Она уже будет вам доступна в полнотекстовом доступе вот на этот месяц, а дальше вы уже принимаете решение, ну и плюс еще дополнительное что-то отбираете, что-то интересное попалось, увидели, и уже дальше вы принимаете решение, либо мы продолжаем, оформляем уже платную подписку на весь этот на весь этот проект, либо смотрите, если отдельные книги вам нужны, там только две или три книги нам вот прям позарез для работы, посмотрите, есть ли они в интернет-магазине, может быть, это будет, обойдется, да, тоже посчитайте, как, может быть, имеет смысл приобрести, вот, то есть, ну, это вот такая уже аналитическая работа. Ну, вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день, и завершая нашу, хотела сказать, программу, наш вебинар, и еще раз напоминаю, что дополнительные, дополнительные полезные ссылки я вам размечу вот сюда, в группу Директ Академия, может быть, отдельным постом или в комментариях, скорее всего, в комментариях к анонсу сегодняшнего вебинара, ищите в Директ Академии анонс сегодняшнего вебинара, и туда в комментарии я вам еще полезные ссылки поразмещаю на вебинары к коллегам, у которых очень много литературы по этой теме выходит в их издательствах, они у нас давали много полезной информации, я вам тоже дам ссылки, где это можно будет посмотреть. Ну, и, соответственно, если вопросы у вас будут возникать по нашей сегодняшней встрече, вы их туда тоже можете в личные сообщения или в комментариях писать, я постараюсь вам на них ответить. Вот, ну, вот, коллеги, вроде бы и все на сегодняшний день. Еще раз благодарю всех за внимание, за интерес к теме, к проекту. Пожалуйста, посмотрите, походите, если у вас будут какие-то пожелания, что-то сделать покрупнее или что-то, может быть, не очень удобно, пожалуйста, тоже об этом говорите, пишите, потому что это очень важно для развития проекта, и наши разработчики будут вам только благодарны за вашу обратную связь. Еще больше наводок, Валентина, я дам вам в нашей группе, поэтому туда тоже приходите и скажу, где еще можно будет чего посмотреть. Тема действительно важная, тема действительно актуальная, и самый главный вопрос – это методическое и ресурсное обеспечение, как это все реализовать, и даже если у нас есть программа, а где взять материал? Вот это вопросы, с которыми мы всегда сталкиваемся, когда речь идет о каких-то новых направлениях, веяниях, новых программах, дисциплинах, это всегда очень тяжело и трудно, поэтому вот такие проекты, они просто как воздух необходимы нам для того, чтобы все сделать хорошо, грамотно, правильно, и чтобы это было интересно и увлекательно, а не просто формальной галочкой в отчет. Вот. На этой торжественной ночь, те коллеги, мы нашу сегодняшнюю встречу завершаем. Всем счастливо, всем удачи и до новых встреч.